всех с новым днем в общем я решила вчера вечером когда закончила юбку время оставалось и делать уже как бы поздненько ничего не хотелось такого масштабного но я так не люблю тратить время просто так и я сижу на диване и думаю столько у меня всяких ну совершенно ненужных вас котов то есть когда носите там его можно куда-то применить даже на кухню какие-то хваточки что-то такое шелк может быть какая-то девочка но есть такие куски ткани но совсем не к чему вот у меня когда-то была такая юбка и юбка была неудобно не знаю ткань купил оттен откуда мне взялась и вот куски по оставались подобные вот такой кусочек типа подкладочного ну негодная ткань такая неприятная на мелкие полосочки вот как раз на квилтинг пойдет на москутное шитью вот такой кусочек один он симпатичный но он из него даже на косметичку ну такая маленькая косметичка все зашьется но не туда не сюда в общем вот такой синий кусок что-то лежала по моему по моему какая-то была в складку юбка но это мама у мамы что-то это куски уже от мамы вот такой кусок скользкий плотный не знаю никуда у меня и вот я сидела сидела тут еще кусочки думаю мне так нужен коврик на балкон я давно собираюсь думаю вот я как раз сделала куча у меня насобиралась листов лежит не буду доставать когда-то что-то там распечатывала читала с экрана чтобы не читать тоже валяется хорошо что не вытянула теперь вот для crazy квилтинга пойдет я лежала лежала стала сидела лежала встала и думаю ну надо что-то придумывать достала эти листики досталась эти кусочки которые сейчас показала это я уже с утра достала а вчера я подоставала то что тут было под рукой и вот начала посмотрите снимать уже не стала потому что качество съемки у меня так темно а ночью тут вообще темень и значит как я шью ну crazy квилтинг там можно найти даже в интернете там с нуля если начинать я именно обычно я так не особо продумываю а тут решила чтобы как-то повторялись более похожие куски блоки и я видите продумывала уже то есть по размеру они конечно разные эти куски но по цвету идут один за одним вот 7 или 8 1 2 3 5 6 7 7 похожих у меня будет блоков кусок на основу у меня большой это будет коврик на балкон летом раз в два года меня коврики выбрасывая может не стирать чище пылесошу стирать мне не хочется и вот видите у меня куски ткани идут кругом один за одним они немного форма у них у всех разная но по цветовой гамме они идут один за одним когда я их там уже распределю но придется наверное еще с десяток добавлять я не считала приблизительно когда уже эти закончу ну и решила думаю почему бы и не снять то что я вот начала это делать и как раз поболтать и показать как я это ниточки уже по ходу буду и видите как хорошо бумага это лежала отпечатана у меня ну точно до войны лет 8 ей лежала пачечка место заняла свое и лежала чистила периодически чищу но уже в этот раз поняла что мне уже эта информация не нужна я ее как бы там запомнила прочла захочу еще раз в интернете найду а лежит бумага занимает место отложила дума пригодится может быть рыбку чистить на ней может быть еще что-то и вот как раз в этом году я пришла к воскутному шитью и как раз видите как хорошо пригодилась бумага поэтому мастерицам конечно всегда все нужно все клаптики единственное конечно я скажу большой конечно за бест мастерам который вообще каждый кусочек берегут и потом куда-то его расходуют но это конечно уже просто я не знаю это уже мастерицы которые просто не только золотые руки золотые я не каждый палец и каждая мозговая из зелена я не оставляю я выбрасываю я даже больше и выбрасываю вот тут у меня неудачно вышивка пошла но я ее уже не можно спасти но я даже не захотела это броши я делала вот выбрасываю уже уже просто я так хочу расхламиться я поэтому и лоскутным шитьем увлеклась потому как я очень хочу расхламиться вот такие хотела выбросить но теперь понимаю что вот сюда они как раз просятся вот сейчас я достану тут несколько больших и сама делаю думаю куда я наделываю мне в принципе ну как сказать конечно мне уже за 50 ну время у меня как говорится еще есть и есть но почему-то чаще и чаще стала вспоминать бабушку свою бабушке уже почти 25 лет нет я к чему говорю я начала делать всякие ланч маты уже впрок скотерочки вышиваю там то на машинке то что-то руками делаю впрок складываю покрывается лоскутным шитьем увлеклась начала складывать уже в копилочку хватки прихватки всяко разно и вот думаю боже ну куда ты их нашиваешь ну кому они нужны ну я не особо раздаривают честно скажу тому как но иногда разочаровываюсь 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 подарю и потом разочаровываюсь поэтому крайне крайне редко дарю своим близким могу подарить то что я делаю вспоминаю бабушку почему в лет за 5 до того как я не стала вот видите по находила кусочки которые очень-то хотела уже выбросить выбросить хотел это я тунику переделывала но сейчас как раз они сюда пойдут на чем я остановилась на лет за 5 как бабушки не стало она она всегда мы всегда ходили в носках вязаных дома и мама и я и бабушка она навязывала потом делала коврики тоже на балкон на сидушки на кухню такие ну вы поняли из кусочков она вяжет крючком where by куда ты навязываешь но только ты уже на скоб на галя для же вяжет ниточки отойт готовит она говорит сколько мне уже осталось жить по моему вот будете носить и вспоминать я мы тебя и так будем вспоминать мы же тебя любим она будет и чаще вспоминать буду ваши ножки греть я иначе ты думаешь когда закончатся твои коврики и носки сносятся мы тебя забудем не забудем пока вы живые, да, будете меня помнить. И вот вы знаете, у меня носки уже, конечно, закончились у нас. Мама уже и не встала носки, я у нее увидела бабушкины, ну, которые там уже были изношены, конечно. Она, видимо, как память берегла. А у меня еще остался коврик. Коврик вязанный крючком из лоскутков. Из полосочек. И вот я сейчас ее вспоминаю, я опять вспоминаю с улыбкой. Я опять вспоминаю, как она говорила, вот меня не буду умру, будешь меня вспоминать. Бабушка, я тебя вспоминаю. 10 раз в день. Не меньше, правда. Я и маму часто уже вспоминаю. Но бабушку вспоминаю, всегда вот смеюсь. Вот точно бабушка говорила, будете меня вспоминать. Вот пожалеете, что вот не слушали или еще что-то. И носочки вспоминаю, и коврик вспоминаю. И коврик я уже даже его не стелю. Я просто, ну, хочу просто, чтобы как память подольше был. Я его постирала, сложила. Он уже ветхий, сыпется. Но лежит на балконе в пакете. От мамы, конечно, еще пооставались еще тоже прихватки. Но маму недавно не стало. И вот я теперь, я прошу прощения за такое отступление. Печально или нет. Ну, это не печально. Это уже время прошло. Это просто, ну, душевные такие воспоминания, теплые. У нас были хорошие очень родные отношения с бабушкой, с мамой. И вот я теперь думаю, все. Я поняла. Я уже иду к пенсии. Поэтому у меня такое настроение ностальгическое. Вот наделаю, не выкинут, достанут и будут пользоваться. Ну, я сама, конечно, пользуюсь своими изделиями. У меня по всей квартире я периодически у меня и на иконах салфеточки висят. И на столиках лежат, на тумбочках я убираю, когда я опять стелю. На подоконнике под цветы я салфеточки, которые постарее ложу, вышитые там, обвязанные. Потому что жалко портить подоконник, а там вот у меня лужайка стоит с луком. И видите, вот так вот пригождаются. Ну, ладно. Сейчас я буду резать, гладить и потом покажу, как я продвинулась в своем изделии. Кстати, насколько я помню, это вот французские ткани были. Это мама кому-то что-то шила. Я точно помню, что это французская ткань. Это были, видите, компаньоны. Ткани компаньоны. Я помню. Вот такая красивая. Вот я сейчас подумала, как я ее приспособлю. Хочется, чтобы это было такое, вот как цветочное. А раз уж цветочное, значит, ну и должна зелень присутствовать, как будто бы лепесточки. Такая полянка. Хочу направить на свою работу, чтобы было видно, что я делаю. Я походу сразу немного это все еще и подравниваю. Ну, так как коврик мне нужен потолще, поэтому я, в принципе, не очень сильно. Если бы это была наволочка, к примеру, или покрывало, выйдут видео, где я сделала внуку, покрывала, наволочку для внука сделала. К сожалению, эта тканюшка с такими, как резиновыми каплями по поверхности. И теперь, я это поняла уже, когда стала гладить, что теперь мне придется либо с изнанки, либо через проутюжку. Ну, это не страшно. Пусть будет так. Поэтому я особо заморачиваться не буду. Это коврик балконный. И я потом все равно его отстрочу. Все сравняется. Возможно, даже какие-то стишки я там присмотрела. Я подписана на канал Белла Чара. Такая женщина творческая. И мне что нравится, она тоже не такой, как бы профессионал, который прям вот модельер-модельер, мастер-мастер. А вот как раз все на уровне такого интуитивного творчества у нее. Знаний у нее много. Она очень интересуется. И очень интересно смотреть у нее на канале. о модельерах какую-то информацию. Мне тоже очень интересно. Она много знает этих вещей. Кроме Вячеслава Зайцева и Юдашкина особо не не интересуюсь. Зайцева я фанатка. Мне любовь к Зайцеву передалась от мамы. Это была мама была его фанаткой, ее кумиром. Я участвовала в двух выставках. С украшениями, со своими, с валеными изделиями. У меня этого почти нет. Есть небольшая подборочка на канале. Но, по-моему, только валяние. Сейчас я в творческом таком отдыхе. поэтому я занялась шитьем. Возможно, вышивкой займусь ручной. Я иногда, когда хочу отдохнуть от своего основного рукоделия, я как раз перехожу на рукоделие промежуточное для себя. я не профессионально шью, не профессионально умею. Вышивать я умею гладью, хорошо, отлично, просто. Крестиком навыки имею, как сказать, имею навыки вышивки крестом. Это так называется. Рукоделие есть рукоделие, меня притягивает разное рукоделие. Единственное, чем я никогда не увлекалась, это фриволете. Мне нравится посмотреть, как кто-то делает красиво. Я знаю, как это делается, но я нет желания попробовать. У меня есть подруга, которая профессионально фриволете преподает. Авторские у нее есть там всевозможные узлы. Такая мастерица. Много у меня таких творческих подружек. это мне нужно порезать. Вот как раз не люблю резать, но это как раз те лоскуты, которые стоит порезать, пришить куда-то и забыть о них. Поэтому эти я как раз покромсаю с радостью при великой. Вот на чем я остановилась. Да, так вот я вдохновилась как раз лоскутным шитьем у этой чудесной женщины гелычары. И уже от ее канала я стала сначала смотреть, сразу же конечно подписалась, стала смотреть и стала еще выискивать. Там есть Тефи Германия по-моему я подписана еще одна женщина сложная у нее имя я потом как-нибудь тоже скажу тоже мне очень нравится. Они не так профессионалки как они очень увлеченные люди и мне очень нравится смотреть их каналы поэтому поэтому на этих трех женщин я подписана с удовольствием смотрю с удовольствием захожу очень мне нравится так еще я этот а здесь даже кромсать не нужно здесь пришивать и отрезать так хорошо пошла дальше я пришивать подойду потом еще раз покажу мне повезло что одна из тканей оказалась очень послушной и я смогла прошить не только по одной полосочке как я в основном это делаю а пришить получилось по цветной и по синей полоске это конечно несколько ускорило процесс моего шитья так я почему хотела почему я начала говорить об этих интересных для меня женщинах я когда их посмотрела я подумала у меня есть опыт съемки меня очень много раз приглашали на телевидение с моим творчеством с моими работами у меня в моем городе была персональная выставка меня и моей дочери работы показывали в краеведческом нашем музее были наши работы к сожалению часть музея сейчас после обстрела пострадала не знаю что там очень много старинных пострадало древних ископаемых каких-то ценных как это сказать экспонатов господи простите за долгое раздумье мое пострадало много экспонатов и я подумала почему бы мне не поделиться своим ну где-то может быть творчеством а где-то ну это не знаю мой уровень лоскутного шитья это не то творчество но мое настроение зависит от моего рукоделия это очень хорошо коротает как бы свободное время убирает плохое настроение потому как когда человек занят каким-то творчеством каким-то рукоделием у него нет времени грустить мысли плавно куда-то идут и постепенно во всяком случае я настраиваюсь на спокойный созидательный лад благодарна женщинам которые делятся своим творчеством своим настроением своим своей любовью к жизни своими интересами я очень много интересного увидела даже некоторые вот я знала лоскутное шитье я его знала с детства но когда я гуилы чары посмотрела мне даже ну я ну я написала в своей манере как написала что ну надо же такой вид творчества прошел мимо меня я что-то упустила кто-то из ну наверное тоже поклонников даже не понял не понял юмора что я я себя как бы ну над собой посмеялась я всегда считала что я ну достаточно грамотный человек в творчестве знаю много видов творчества и тут вот как бы понимаете и женщина оскорбилась и написала это что сарказм я извинилась объяснила что это сарказм в мою сторону а ни в коем случае не того кто поделился своим видео своим настроением своим творчеством послушайте какой красивый коврик получается коврик просто чудо получается но я смотрю что мне придется мое видео очень хорошо подрезать потом но ничего страшного у кого-то будут вопросы зададите вопросы кому интересно моя болтовня послушайте болтовню спросите что-то кому не интересно можете выключить звук или совсем перейти на другой канал я не обижусь грубияны мне не нужны и советчики типа выкрасить и выбросить вы знаете я может быть живу по некоторым меркам скромно но не настолько скромно что в чем-то себе там прям отказывать я могу съездить за границу к дочери погостить позволить себе раз в год я могу позволить себе поездку по месту на море я не езжу на машине просто я не могу водить я бы может быть была моложе и купила бы машину в свое время но я не то что не могу водить я даже ну у меня нет вообще близко интереса к машине только как пассажир поэтому зачем тогда мне в таком случае машина вот как бы на таком уровне поэтому сообщение в виде тряпьё секонд там еще что-то такое ну господи видите там где гламурные есть очень много интересных бьюти каналов тоже девочки молодые делятся там макияжами как они делают прическами пожалуйста зачем я считаю что это те которые ходят пишут какие-то гадости но они обездоленные в чем-то люди в жизни их никто не любит никто их не приглашает свои какие-то компании видимо и они таким образом ходят и брызгают ядом так я сейчас подумаю что же я дальше буду пришивать мне еще нужно на каждый листик как минимум раз два три четыре пять кусков и мне нужно у меня есть вот такой очень веселенький но как-то мне он так понравился он конечно сюда и неплохо бы вписался но у меня интерес к нему появился для чего-нибудь другого я наверное поставлю сейчас вот эти куски это точно освежит очень хорошо его можно использовать и в изнанку и в лицо поэтому сейчас я нарежу семь полосочек семь цветов радуги семь дорог у нас есть такая песенка я ее иногда вспоминаю из моего детства так и здесь мне нужно целых семь кусков и нужно так угадать чтобы ну тоже не покромсать зазря субтитры